Больше 40 тысяч участников, по данным организаторов, собрало сегодня шествие бессмертного полка в Челябинске. Колонна людей с портретами в руках растянулась на километр и даже больше. Когда первые участники уже закончили шествие, последние преодолели только половину пути. Истории бессмертных героев в репортаже Марии Агеевой. Ура! Ура! Тондируют «С днем Победы» и поют фронтовые песни. Выходит ночь отдельный, и с вами наш десантный покоем! И с вами наш десантный покоем! По Челябинску идет бессмертный полк. В руках у людей фотографии их родных и близких, которые одержали победу над нацизмом ровно 71 год назад. С черно-белых и цветных снимков смотрят ветераны в форме с десятками медалей. И совсем молодые мужчины и женщины. Те, кто до конца войны не дожили. У некоторых южноуральцев фотографий воевавших предков не осталось. Они несут только таблички с именами. А в руках у Татьяны Борисовой небольшая фотокарточка. Это ее мама, Надежда Гавриловна. А фото отца Василия Яковлевича в руках у лучшей подруги. Родители, рассказывая Татьяна, познакомились на фронте. Он был командиром, она у него была рядовой. Они прошли всю войну от Северного Кавказа до Берлина. И это далеко не единственная семья, которую создала война. Нелли Артемова несет фотографию отца, а ниже снимки дяди и тети. Его тяжело ранили, она его выходила. После войны поженились. Сама Нелли Васильевна перед войной только родилась. Когда было 10 месяцев, ее контузило. Рядом с домом упал снаряд. А когда исполнилось 5 лет, вся страна отмечала победу. И этот день пенсионерка помнит до сих пор. И когда объявили, что победа, шли эшелоны. Вы знаете, болели с автоматов. Плакались, радовались, смеялись, играли. Все, что мы дети просто... Мы тоже торжествовали, мы испытали эту войну. Александр Капустянский на шествие пришел с сыном. Чтобы Ваня запомнил о подвигах своего прадеда. Под Ржеву деревню Лазеров взяли в клещи на танки. Был командир экипажа танка. Их было два танка. Обкружили деревню и зашли с тыла как бы. И всех уничтожили несколько сотен солдат. И отсюда начало разделение немецкой дивизии. Дедушка кто? Герой? Герой! В первых рядах идет губернатор Борис Дубровский. Тоже с портретом. Это рядовой Федор Цымбалюк. Губернатору он не родственник. Но у героя не осталось потомков. И его снимок несет глава региона. Я посчитал нужным и возможным удостоиться такой чести, чтобы пронести его портрет. Чтобы он был в этом строю бессмертного полка. Он этого достоин. И, наверное, это не его вина, что сегодня некому поднять его портрет. С портретами идут глава Челябинска Евгений Тевтелев, председатель Совета муниципальных образований Анатолий Литовченко и депутат Городской думы Андрей Барышев. Маршрут бессмертного полка в этом году небольшой. Всего 2 километра. От публичной библиотеки до улицы Свободы. Затем по коммунной до Вечного огня. Здесь участники акции возлагают цветы. В годы войны на фронт из Челябинской области ушло больше миллиона человек. И 150 тысяч бойцов так и не вернулись домой. Больше 200 южноуральцев стали героями Советского Союза. Да уж что говорить о тружениках тыла. Ведь 40% всего вооружения страны поступало именно из нашего региона. 40% это практически половина. Это были и танки, и различные снаряды, и минометы. Акцию «Бессмертный полк» Челябинск принимает уже в третий раз. И в этом году она собрала рекордное количество участников. Мария Агеева, Александр Павлов, ОТВ.